книга открытым окон тема священства том 19 вопрос 3326 почему считается большим грехом для священника если вызванный к умирающему он не успеет причастить его отвечает игнатий тихонович лапкин нигде священном писании о таком положении к причастию нет ни малейшего намека можно только предположить что когда была свернута программа проповеди тогда все занял алтарь и цитата как можно чаще исповедоваться и чаще причащаться конечно в первые прозвучавших слов спасителя о принятии тела и крови его реакция у неуверовавших его жертву должна быть совершенно противоположны они должны всячески отрицаться приближение к причастию в ангеле от ирана 6 56 60 66 едущий мою плоть и перющий мою кровь пребывает во мне и я в нем многие из учеников его слыша это говорили какие странные слова кто может это слушать с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним многократно господь убеждал слушателей что без веры в него как спасителя не спасти вот что главное а не принятие причастия ивана 3 36 верующие в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем я зато уздана только душ утверждал что для обращения человека к вере нужны тысячи талантов а для того чтобы крестить не нужно ни одного это же и к причастию относится неписанный догмата необходимости во что бы то ни стало причаститься пред самой смертью чисто поповская выдумка это очень близко ограничиться берегами в шаманизме некое физическое действие и ты получишь желаемое апостолы заботились только об уверовании о жизни во христе а не о причастии частом деяния 11 23 он прибыв увидим благодать божию возрадовался и убеждал всех держаться господа искренним сердцем человек не знающий цену греха и цену жертвы за грех что господь телом своим заплатил за нас выкупив из ада тот погрешает 1 коринфянам 11 29 ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господне произошла беда подмена тела на кресте на гологофе телом в чаши православные католики все полагают причастие а сектанты вообще легкомысленно относятся к словам христа и творят свое в кавычках хлебопреломление только ради воспоминания 1 коринфянам 11 25 также и чашу после печи и сказал сия чаша есть новый завет моей крови сие творите когда только будете пить в мое воспоминание батюшки считают что если человек не проглотил причастие то грехи остаются на умирающем а если проглотит то оставляются его грехи и он уходит в жизнь вечную тогда понятно ответственность тогда понятно ответственность замедлившего священника с дарами от его прихода зависит целая вечность потому когда желают сказать о человеке что он достоин канонизации упоминают как часто он на ложе болящего сподоблялся причащаться и за сколько минут до отхода еще раз получил напутствие ни разу и нигде в новом завете даже намека нет на такое отношение умирающих по счастью тогда деяния 9 37 случилось в те дни что она за не могла и умерла ее омыли и положили в горницу упоминают об омовении тела хотя это не сравненно ниже прочищения потом стали прочищать на эшафоте казнивых деяния 5 5 услышав сии слова она не опал бездыханин и великий страх объял всех слышавших это стихотворение послушай какой будет сейчас не надо играть что как будто меня вы признали я ценно узнал лицемерных похвалы щедро еще не забыл как мне руки узлами вязали и кляпом заклеить пытались оруще мой рот да вы погодите мне петь после послесмертные оды и медные трубы свои уберите в чехлы я стал атрибутом невольным заложником моды но так и не вклинился в рациональные лбы не надо овации мне это уже безразлично не надо слащавых речей запоздал их наград ведь выглядит все это невероятно комично как плач по усопшему волку дрожащих ягнят я сгусток энергии верный одной лишь надежде из небытия все кричу вам надрывно как альт что время придет и мы снова схлестнемся как прежде когда я вернусь прорасту как трава сквозь асфальт Юлия Нифонтова 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 Продолжение следует...